Ребята, всем привет! Это новый блог. Кто не знает, меня зовут Аня. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас новый день, воскресенье. Мы сегодня приехали к родителям Паши. Просто будем сидеть, болтать, проводить вместе прекрасное время за окном просто. Я сейчас вам покажу, что происходит за окном. Ничего не видно. Логично. Вон сколько снега просто. Валит и валит, валит и валит. Хотела с вами представить одну тему, а точнее наше жилье и почему мы живем не с родителями, почему мы снимаем квартиру, почему мы снимаем именно такую квартиру, которую вы видите в моих влогах, в соцсетях. Начнем по порядку. Когда мы только с Паши съехались, мы жили у родителей, по-моему, не помню или нет. Потом мы, в общем, начали примерно три месяца. Мы жили на квартире родителей. То есть они жили в доме, а мы жили на квартире. После этих трех месяцев мы переехали к родителям на лето, жили с родителями. И хочу сказать, что жить с родителями, конечно, есть много плюсов, но также есть и минусы. Из плюсов это еда бесплатно, какие-то бытовые вещи они берут на себя. То есть ты не платишь ни за свет, ни за воду, ни за что. Вообще не платишь, ты просто живешь и тратишь свою зарплату, можно сказать, тупо на себя. Но какие есть минусы? Первый из минусов — это, конечно же, бытовые какие-то вопросы в плане стирки, глажки, готовки, вообще каких-то порядков в доме. Потому что у каждой семьи, понятно, есть свои какие-то правила, свои какие-то нормы поведения. Потом у всех есть свои отношения. То есть начинает кто-то ругаться, ты это перенимаешь на себя, вот это эмоциональное состояние. В общем, мне это вообще никак не нравилось. И я была как бы за то, чтобы переехать в любую же квартиру, только бы переехать. Мы переехали в квартиру. Потом в итоге сняли. Она находится плюс-минус 10 минут от родителей. Но нам было очень сложно с выбором. На тот момент нам было 19 лет. Мы были неженаты, и нам не хотели сдавать. Во-первых, то, что мы студенты. Во-вторых, мы молодые. В-третьих, мы неженаты. В-четвёртых, у нас есть собака. А как мы знаем, с животными немногие хотят сдавать квартиры. Поэтому было очень сложно найти. В итоге мы нашли более-менее нормальную квартиру. Конечно, она не идеальна. Она не закрывает все потребности, которые у нас есть. Но так как у нас есть собака, у нас нет выбора. И плюсом, что в этой квартире у нас очень хорошие арендодатели, которые, во-вторых, очень редко приезжают. Ну, им, как бы, можно сказать, в принципе, всё равно. Они приезжали два раза. Так проверили обстановочку. Поняли, что мы хорошие арендовщики. В общем, хорошие съёмщики. И нам можно доверять. И поэтому они перестали приезжать. И нам это, в общем, в плюс пошло. Что мы, в принципе, не переживаем. Что нам никто не будет выносить мозг. Что у нас есть собака. Да, конечно, квартира не суперидеальная, как вы видели. По ремонту вообще она просто, ну, даже ниже среднего, я скажу. Но, слава богу, там никаких нет тараканов всяких. Как они называются? Блохи. Нет, не блохи. Забыла. Ну, всякая моль. Вот это, в общем, всякое. Это насекомые. Их там нет. Вот поэтому, в принципе, мы довольны. Но я ещё нигде это не рассказывала. Наверное, расскажу вам тут впервые о том, что у нас строится квартира. Точнее, дом уже достраивается. Мы скоро будем начинать делать ремонт уже в собственной квартире. Он будет сделан так, как хотим мы. И у нас не будет проблем в плане с животными. Потому что реально снять хорошую квартиру за нормальную стоимость в Москве с животным. Это максимально сложно. Даже если мы сейчас в браке, как бы, да, это плюс в копилочку. Но на тот момент, когда мы снимали, это было максимально невозможно, мне кажется. Это просто вот какое-то, я не знаю, просто послание сверху на вот эту квартиру. Потому что мне казалось, что это всё мы никогда не найдём. И будем всю жизнь жить с родителями. Это, кстати, та квартира, ой, та комната, в которой мы жили раньше. Это, кстати, картина, я Паше дарила её на 18 лет. Вот, ну такая обычная небольшая комнатка. Вот тут, кстати, кровать выдвигается. Кому интересно. То есть она вот там вот под подиумом. Тут раньше стоял Пашин компьютер. Мы сейчас его уже забрали, он у нас стоит дома. Вот, тут такая вот комната небольшая, уютная, конечно, красивая. Но я считаю, это не самое главное в жизни, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну что, ребят, я уже приехала домой. Хочу вам показать. В общем-то, я шла на ВВС, забрала свои посылки долгожданные. Не знаю, ждала я их. Я не знаю, сколько времени. Одна из них, это вот такая вот коробка, в которой я сейчас... Ой, покажу, что находится. Я об этом давно думала и хотела. Только мне теперь нужен нож. Открывала на пункте выдачи, но не до конца вскрыла. Вскрыла так, посмотрела целиком. И целиком коробка. Вот, так. Открываю. Вот такая большая-большая-большая-большая-большая-большая-большая доска. Пробчатая вроде должна быть. Да. Так, сейчас. Короче, это доска желаний. Вот тут есть множество различных картинок, которые можно вырезать. И, в общем, себе на эту доску приклеить или что тут, прицепить. Потому что тут еще в комплекте идут кнопки. Вот такие. Ну, с помощью них можно будет прицеплять. Так, я хочу читать саму доску. Потому что, я понимаю, перевернута. А, ну вот. Пробчатая доска. Так куда-нибудь повесим. Будем свои желания прикреплять. Так. Ну, с этим все понятно. Коробку убираем. Так, дальше. Что мне пришло еще? Ну, заказала, в общем, я себе витамины, цинк. Потому что у меня ногти... Короче, на ногтях начали появляться такие белые пятнышки. Это один из признаков того, что не хватает цинка в организме. Также волосы стали очень сухие. Поэтому с завтрашнего дня начну пить цинк. Потому что, помимо цинка, я еще пью магний. Д3, насколько это заканчивается. И омега. Вот. Ну, а теперь добавлю еще к себе цинк. Потому что не хватает. Так, дальше. Заказала Паша. У него порвался его... Такая книжечка, где хранятся документы на машину. Конечно же, с БМП. Как иначе. Он же у нас любитель. Такая вот. Навалду. Все, что доказывала. Так, дальше заказала себе пинцет. Потому что мой уже... Я не знаю, сколько ему лет. В общем, он уже в таком не очень хорошем состоянии. Заказала много. Так. И заказала вот такие какие-то зубочистки. Интересно. Сейчас мы их с вами откроем. Посмотрим, что они выглядят. Так. На картиночке. Так, сейчас. Самая коробочка. Стиленько. Вот так вот выглядит. Так понимаю, тут открываешь. Да, вот тут дырочка. Вот так вот. Что высыпаешь? Ну, пусть стоит. Выглядит стильно. Так. Вот что у нас? Все. В этом пакете все. Так, что у нас было еще? А, короче, недавно я еще заказала себе вот такой вот бигуди. Я уже им пользовалась. Я не помню, как они правильно называются. Но, в общем, вот так вот одеваются и накручиваются. Вот. Снимаешь вот такой крабик. Так, дальше. Хотела вам уже очень много показать. Но никак не находили руки. Потому что не находили. В общем, не удаляли зубы. И все это время вы не могли нормально снимать. Но я должна вам это показать, потому что я уже хочу, наконец, начать готовить. Первое. Это вот такие вот формочки для пирожных в виде сердечек. И в виде пирожных. Не знаю, как они называются. В виде пирожных. Вот таких вот. В общем, хочу себе делать муссовые пирожники. Надеюсь, не получится. Поэтому купила для них вот такие формочки. Так же, так как я уже как-то начинаю, видимо, свой путь кондитера. Хотя никогда не хотела им быть. Но мне нравится готовить сладости. Хотя сама я их не прям супер-пупер обожаю. Поэтому вот. Купила вот такую вот лопаточку какую-то. Вот такую лопаточку. В общем, уже профессионал, профессионал. Это все есть мне просто. А, я даже, знаете, что купила? Вообще. Не знаю. Зачем? Ну, надеюсь, мне пригодится. Это термометр. Термометр, чтобы измерять температуру той или иной массы, которую я буду готовить. Ну, так. Это что у нас тут? А, кондитерский мешок с различными насадками. Этот кондитерский мешок, он не одноразовый. То есть, его надо будет мыть, стирать. Не знаю. Но с разными тут насадочками. Так, еще. Ну, и дали еще подарок какой-то одноразовый, не что-то. Вот. Это все, в принципе. Все мои покупочки на Валбрусе. Сейчас пойду делать карту желания, наверное. Сейчас буду смотреть, выбирать, что мне нравится, что не нравится. Возможно, распечатаю дополнительно какие-то картинки из интернета. Но я прям хочу сделать себе такую доску с желаниями. Ребятки, мы вышли погулять. Посмотрите, какая она улица, погода. Леди, иди ко мне. Посмотрите, сколько снега на него. Просто. Как он блестит. Вообще. Я не помню, что в том году такое было. Иди сюда. Леди. Так вот, я вам не дорассказала. В общем, я не помню, что вообще такая зима когда-либо была в моей памяти, чтобы так много снега не выпало за один день. У нас просто... Иди сюда. Просто даже дороги не успеваю чистить. Леди, иди ко мне. Иди ко мне. Вот. Ну, вообще, красота. Мы сегодня не снимали очень много разных видосиков. Поэтому я наслаждаюсь такой погодой, потому что в скором времени всё это будет грязное. Вот. А пока это всё белоснежное, чистое, мерцающее, прекрасное, я гуляю, наслаждаюсь и на целый день, можно сказать, проведенной улицы. И я этому очень-очень рада. Вот. И всё, плюс гулять в такое время, потому что никого нет. И вы одни. И единая с природой, с собакой. С такой вот красотой. Блин, я не могу вам передать всю эту красоту. Просто смотрите. И наслаждайтесь. На улице, кстати, где-то минус 4. В общем, вообще не холодно. Идёт снег. Погода прекрасная. Я одета, утеплена. У меня ботиночки вот такие вот высокие. Меня промокаемые. Вот, поэтому я могу и по сугробам. В общем, ходить всё нормально у нас. И собака довольно леди. Очень любит снег. Да, Лидюш? Ты любишь снег? Помешали. Помешали. Вот как носится. А как она любит по сугробам смотреть. Стой, 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 стой. Иди сюда. Леди, иди ко мне. Иди ко мне. Так, мы с вами идём в суд. Иди ко мне. Иди ко мне. Смотрите. Давай. Пам-пам-пам-пам-пам. Пробежала. Смотрите, что леди ещё любит делать. Вот так вот. Оп. Накидываете ей снег. И она прыгает за ним. Конечно, один раз она у меня так наелась его. Видимо, там внутри что-то было, что ей потом было не очень хорошо. Поэтому мы в снег не играем. А бежим. Побежали. Бежим, бежим, бежим. Давай, давай. Бежим, бежим, бежим. Ребята, всем привет. Это новый день. И я выезжаю сейчас к стоматологу. Мне сегодня будут снимать швы. Наконец-то. Я с ними ходила полторы недели. Наконец-то этот день настал. И я больше не буду удалять зубы. Потому что удаление зубов, кто смотрел мои видео про зубы, поймёт, что это трэш. Поэтому я сейчас едой довольная. Выезжаю. Буду без этих ниток во рту. Потому что они реально иногда подпешивают. Просто ты постоянно их дёргаешь. Вот так. После, кстати, после стоматолога едем в Лунику на сегодня. Для пары. Свой пат. Кстати, я начала смотреть сериал. О контейнере. Вообще классный. Уже во втором сезоне. Ну что, сняли мне швы. Достаточно. Кстати, было не очень приятно в этот раз снимать швы. Но сняли. Всё. Теперь через неделю я записываюсь на лечение зуба одного у меня. Немножечко точечка чёрненькая есть. И дальше пойдём к ортодонту. Будем заниматься дальнейшим моим лечением. Хотя, кто знает, видел мой видос про брекеты. Я носила раньше брекеты. Вот. Но на силу, на силу. В общем, есть проблемки, которые будем сейчас опять исправлять. Может быть, отдельно запишу видос вообще о моих зубах. Потому что мои зубы прошли такую историю. И ещё будут проходить. Что я считаю, что нужно записать отдельный видос. И рассказать вам всё поподробнее. Потому что в этом влоге я просто сейчас наболтаю тупо про свои зубы. Не знаю, есть ли смысл об этом говорить. Ну, в общем, вкратце, прошлое лечение было не очень качественное. И поэтому в этот раз мы будем всё опять исправлять. Надеюсь, что больше мне после этого не нужно будет исправлять. Потому что тут уже столько денег потрачено на это всё. Что как бы уже не очень хорошо. Вот. Сейчас мы приехали. Нам нужно залить незамерзанку. Взять инструменты. Потому что Парша в клубе, там надо что-то сделать. Кто не знал, у Парша свой компьютерный клуб. Возможно, кто-то первый раз смотрит мои видео. Вот. И нам нужно будет там поделать свои дела. Кстати, я так вам не рассказала про сериал, который я смотрю про контейнер. Кто его смотрел? Пишите в комментарии, как вам вообще. Я вчера смотрела до трёх часов ночи его. Уже начала второй сезон. Первый посмотрел, а сейчас начинала второй. Сериал бомба. Снято вообще круто. Смысл тоже классный. Но отнимает много времени. Реально, я вчера целый день пролежала, просмотрела его. Ничего не делала вообще. Ну как, готовила только. И там по дому какие-то дела делала. Но в плане работы ничего не делала. То посмотрела сериал. Поэтому даже не знаю, хорошо, что я его начала смотреть или нет. Такие дела, такие дела. На улице у нас снег. Вот, кстати, не видно, наверное. Распаковочками наши любимые. Показываю вам мои самые любимые губки. Губки препятствуют размножению бактерий. Вот. Максимально много вещей. Очень классные губки. Мы их уже пользовались один раз. И, в общем, решила показать сразу две покупки. Дальше это ватные диски у меня закончились. Вот такая вот покупка. Пиланиновая. Так. Дальше мы, конечно же, для нашей любимой вкусняшки. Мармеладки. Мои самые-самые. Ну, конечно же, после удаления зубов, мы подсели на вот эти вот, как их называют, пюре. Накупили вообще. Накупили разных пуртовых, прагодных. Дальше купила творожный сыр для моих кулинарных изделий. Сметана, 20%, кефир, хлеб, два батона, один заморозим, один будем кушать. Дальше сыр такой, сливочный. По-моему, барбинский, чёрный пет. Какой-то вот пеноочиститель для обуви. Белый. Это я не сублюбила. Дальше макарошки, наша любимая. Барила, спагетти. Н1. Выпупаем. Супили сразу три упаковки. Так, дальше корнишончики. Макарошки. 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 Два манго. И бёдрышки. Так, первый пакет закончился. Переходим к второму. Чипсарики. Ещё чипсарики. Разные тут с лобстером, с беконом. Вот эти, кстати, классные. Из слайсов таких сделаны. Из курицы. Бекончик. Ещё вкусняшки. Ещё вкусняшки. Дальше косточки, зубочистки. Каждый раз продаём ей души, поэтому купили. Попкорн. Киндер. Ещё попкорн. Котлетки куриные. Помидоры. Ну да, всё полетело. Такой киндер-шоколад. Тоже. Так, что у нас? Что-то бочистки. Батончики. Так, всё. Дальше. Сыр. Чизил. Короче, сыр-косичка. Вкусный, копчённый. Дальше у нас сиртаки. Сыр для салата. Хохланд плавленый сыр с ветчиной для бутербурников. Дальше. Мармеладки. Дальше. Такой вот сыр-треугольнички. Разные виды сыра. Дальше. Это у нас эти... Обурчики. Обурчики. Вот такой вот сыр. В квадратиках. Взяла себе, в общем, новую щётку от Bio Repair. Попробуем. Попробуем. Мармеладки. Масло оливковое. Оливковое подсолнечное. Дальше. Яблочки. Яблочки. Морковка. Котлетки. Это у нас сливочные. Колбаска. Пельмени. И у нас остались пельмени. Наш любимый. Масюшки. Масюшки. Пельмени. И две пиццы. Одна у нас мажорота. А вторая цыплёнок с песто. С соусом. Брестом. Ну. Прежде всего. Давай ещё. Картошечка. Вот такие вот у нас покупочки. Ну, в общем, всё. Я уже всё разобрала. Все продукты. Решила сесть с вами поболтать. И поговорить о том, что... Знаете, что меня больше всего раздражает, когда я снимаю видосы? Перед тем, как что-то сказать, я постоянно прокручиваю в голове. А нужно это говорить? Или не нужно? Полезна эта информация? Не полезна? Вообще, людям это интересно или нет? Ну, как я поняла? Многим людям интересно всё, что происходит в жизни человека. Поэтому даже какие-то бытовые вещи, которые происходят в жизни, нужно показывать, рассказывать, говорить то, что я думаю по этому поводу. Потому что я постоянно такая вот, типа... Не знаю, вот даже возьмём к примеру. Вот я купила вот эти губки. Да? Для посуды. Для мытья посуды. И думаю, ну, кому интересно, почему я покупаю именно эти губки? Зачем они мне? Почему я не могу купить обычные губки? А ведь кому-то интересно, почему я покупаю именно эти губки? Я такая, да, это людям интересно. Короче, я уже решаю, что людям интересно, а что людям не интересно. Вот. Ну, раз я уже взяла эти губки, давайте я вам расскажу, почему я покупаю именно эти губки. Раньше я покупала губки, знаете, вот эти обычные, которые разноцветные, там, фиолетовые, зелёные, жёлтые. В общем, обычные губки. Но, как-то раз в запрещенной соцсети я нашла один видосок, где мужчина рассказывает о том, что в этих губках, в обычных, остаются бактерии, почему они там начинают размножаться, и потом, когда ты моешь посуду, эти бактерии остаются на посуде, и, получается, ты когда кушаешь или пьёшь, все эти бактерии попадают в тебе в организм. Я, короче, испугалась. Думаю, капец. Те губки стоят, ну, не знаю, может, рублей, я уже не по-русски, 50, там, за 10 штук. А вот эти губки стоят рублей 300, по-моему. И тут всего две губки. Но эти губки, как сказал мужчина в том видео, он показал вот именно эти губки, но у него будет там не желтого цвета, а другого какого-то, что эти губки, они не размножают в себе бактерии, они полностью высыхают, становятся, знаете, как такой, в общем, такие, как каменные. Вот. Но когда ты под воду их опускаешь, они опять становятся мягенькими. В общем, вот такие губки, я уже покупаю третью упаковку, вот, третья, четвёртая ещё одна. В общем, они не размножают в себе бактерии, они очень долго служат, и у них вот, если вы заметите, есть... Блин, их не открываются. Я уже не помню, как они открываются. Ну ладно, не буду пока открывать, потому что у меня пока губка нормальная. есть два слоя, то есть один слой более мягкая губка, второй слой именно вот отмывать какую-то там, то, что пригорело, или плохо отмывается, в общем, вот эта чёрная сторона. И что я могу сказать? Да, кстати, это из натуральной целлюлозы губки. Короче, хорошие губки. Мне они нравятся. Конечно, они не такие полненькие, толстенькие, они не так сильно в себя... Кстати, ещё один плюс, они не так сильно впитывают в себя вот в эту вот моющую жидкость, потому что те губки, они прям впитывают в себя до хрена жидкости. А эти губки, наоборот, они не впитывают. Они очень мало впитывают. Ну и в чём плюс-то их? В общем, ты когда помоешь всё, кладёшь эту губку, она прям застывает и становится прям такая каменная. И то есть вся жидкость, вся влага, она уходит. А в тех губках так не работает. Вся влага остаётся внутри, и из-за этого начинают размножаться бактерии. Поэтому мы перешли на эти губки. Конечно же, мне не очень нравится их цвет. Жёлтый, он просто бросается в глаза очень сильно. Я всё пытаюсь найти такие губки, но какого-то нейтрального цвета. Там бежевые, серые, чёрные. В общем, чтоб не кидались в глаза. Но пока не нашла, пользуюсь этими. И да, конечно, переплачиваю в несколько раз. Но, не знаю, как-то свой организм, своё здоровье намного важнее. И я готова за это платить деньги. Кстати, также по поводу зубной щётки. Я купила себе новую зубную щётку. Покажу вам её чуть позже, когда перемещусь в ванну. Тоже выбирала, не смотрела на цены. По итогу выбрала почти самую дорогую. Но зубы — это моё всё. Я сейчас на этапе лечения зубов, поэтому зубы — это прям для меня очень важно. Я готова в зубы вкладываться в плане пасты, там, арригаторы, зубные щётки, там, врачи, вот эти все манипуляции. То есть для меня зубы — это очень важно. Потому что, как говорится, зубы — нам они даются один раз на всю жизнь. И если они выпадут, всё, зубов у нас не будет. Они не вырастут так, как, допустим, волосы у нас растут. Или кожа. Даже кожа умеет генерироваться, а зубы — нет. Поэтому зубы надо оберегать, хранить, и постараться сохранить их до конца своих дней здоровыми. Вот что я хотела вам рассказать. Ну что, ребят, мы с вами переместились в ванну. Как я вам обещала, я должна вам показать щётку, которую я купила. И которую у меня сейчас, кстати. Щётка, которую я пользуюсь сейчас — это такая вот жёлтенькая щётка от фирмы Splat. У неё очень мягкая щетина, но она уже не в очень хорошем состоянии. И, как говорит врач, каждые три месяца или месяц даже нужны у меня щётки. такие вот. Если у вас, как у Паши, допустим, у него электрическая, нужно менять насадки. У щётки. Вот. Я электрически к ним отношусь так, потому что мне кажется, что когда ты чистишь сам, ты более хорошо вычищаешь, ты понимаешь, какими движениями. Понятно, что там она ещё крутится, но не знаю, пока я не решаюсь купить себе электрическую, необычную. В общем, эта щётка уже такая не очень хорошая, я решила её поменять и попробовала купить себе щётку от фирмы Bio Repair. Я её ещё не открывала, но, как я вижу, там тоже очень мягкая щетина. Мне, кстати, врач сказал, что мне нужны щётки с мягкой щетиной, потому что у меня из-за того, что, ну, в общем-то, ортопонтически была ошибка сделана с нижними зубами, немного зубов наклонены вперёд, и дёсна не очень хорошо прибегают к зубам, в общем, развивается парадонтоз, и чтобы дёсны, можно сказать, чтобы дёсны держали зубы, нельзя их травмировать жёсткой щетиной зубов, поэтому к щёткам я отношусь очень так аккуратно, выбираю всегда хорошее, и, как сказал врач, надо выбирать с мягкой щетиной, поэтому я выбрала вот такую щётку, сейчас мы её вместе откроем, потому что я ещё ни разу не открывала, и у меня никогда не было щёток от этой фирмы. У меня всегда были щётки либо Splat, либо Президент, вроде они так называются, или Наре как-то, вот. Кстати, я как-то распробовала пасту, как берега, но какая-то, не знаю, просто мятная паста, обычная, ничего особенного, я в ней не нашла, кстати, прикол, вот так вот выпить от щётка, необычно, да? Да, очень мягкая щетина, даже, мне кажется, ну, такая же, как вот у этой, потому что вот у меня была щётка, да, но я её сейчас использую, знаете, для того, чтобы чистить там краны, да, Splat, вот такая вот, на ней более жёсткая щетина была, вот тут такая, в общем, щётка, вот так вот она выглядит, изогнутая, ну, не знаю, попробую, потом вам скажу вообще, как она мне понравилась, нет, вот, и, кстати, тут ещё шёл вот такой вот колпачок к щётке, прикольненько, другим щеткам так не найдёт, колпачки, ну, всё, больше тут ничего нет в этой щётке, вот, от дёсен к зумам, кстати, очень важно чистить зубы именно от дёсен, допустим, нижний, от дёсен к зубам, вот так вот, то есть не вот так, не вниз, а наоборот вверх, то есть вы вычищаете, во-первых, всё, что у вас застряло между зубами и в дёснах, а во-вторых, если вы чистите вниз, то вы дёсна опускаете и травмируете, и поэтому могут также возникать парадонтоз. Вот, такая щётка, в общем, как сказала, попробую, вам потом скажу, по поводу пасты, говорила, то, что я покупала, мне она не зашла, она просто мятная какая-то, возможно, да, они лечащие, там бывают и для дёсен, для зубов, для эмали, в общем, там тоже все рекомендуют их пасты, но я не могу отказаться от своих любимчиков. марвис, моя самая любимая паста, они бывают разных вкусов, они такие классные, прикольные, очень надолго остаётся свежесть во рту, хорошо вычищают, чистят, не знаю, хочу, кстати, посоветоваться стоматологам, вообще как, типа, насколько хорошая эта паста, но она не дешёвая, как я говорю, я на зубах не экономлю, покупаю всё самое дорогое, конечно, многие говорят, что цена не значит качество, но я у многих видела, что они пользуются этими пастами, и это уже не первый тюбик, я не знаю, сколько может, штук шесть, семь, ну, последние, наверное, полгода точно мы пользуемся на постоянной основе вот этими пастами, это моя любовь. Вот это, кстати, зелёный чай, даже не зелёный, grey tea, серый, серый чай, ну, в общем, очень-то классная, мне нравится, поэтому пока не хочу менять, но также проконсультируюсь со стоматологом, потом вам расскажу вообще, что он мне сказал по поводу вот этой пасты. Но я думаю, что с такие деньги, как бы, она должна какое-то действие показывать. Поэтому всё, у меня новая щёточка, можете меня поздравить, потом расскажу, что как. Но я довольна. Правда, красная, но там, по-моему, бальтов красная. Ну ладно. Ну что, ребят, я уже бегом-бегу мыться и ложиться спать, потому что на часах уже два часа ночи, а мне завтра вставать в девять часов утра, потому что у нас пары, хоть они дистанционно, но пары. Осталось мне спать семь часов, а точнее шесть, потому что сейчас пока я помоюсь, намоюсь своими всякими баночками, уже придёт где-то час. Вот. Хотела вам большое сказать спасибо. Кто досмотрел это видео до конца, конечно, нужно говорить в начале то, что, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал, ведь там я появляюсь каждый день и делюсь с вами многими полезными штучками, находками, что в плане бьюти-индустрии, что в плане всяких товаров для животных. Вот. Поэтому, если вам не сложно, подпишитесь. Там мы с вами будем видеться намного чаще. Ну, а так, я всех люблю. Спасибо, что были со мной. Всех целую, обнимаю и всем пока-пока.